Мы с тобой как два сугроба Мы начинаем, потому что включаемся и стартап-шоу, и этот прекрасный, улыбающийся парень вместе со мной, Саня Ламика. Можно по-моему, в чем? Лайка все скажет. Просто зараз мы будем доследовать стартап-шоу на М1, и мы не знаем все про робота-кухаря. Про умную женскую сумочку. Что такое бывает? Далее, что такое шридз? Что спрашивает на собеседованиях в IT-компаниях? Сегодня будет приходить это собеседование именно с Саней. Вау! Сегодня будем спілкуваться с Андреем Алферовым, который будет рассказать, как в вашем месте, как вообще-то в Киеве открыть настоящий синема-клуб, где будут розумники собираться и смотреться олдскульное кино, або еще не только олдскульное. А также вы внимательно открываете свои уши и правильно слушаете всю нашу программу, все, что мы вам будем рассказывать и доносить, поскольку у нас есть подарки для самых внимательных зрителей. 29 января. Что же происходило в этот день в 1927 году? Итак, в Лондоне открывается парк Лейн Хоутел. Это первый отель, в котором в каждом номере есть ванная комната. Вот так это заведение выглядело. Было достаточно шедевральным, коузи стилем, таким утонченным и классическим. Ну а теперь хэппи-безды. Самый сегодня святкует свой день народжения Опра Уинфри. Ведома суперзирка телебачения, которую мы сейчас встречаем на своих экранах, народилась в 1954 году. И, как вы понимаете, ее выполнилось в 18 лет. Конечно же, все верно ты говоришь. Это общественный дизель, киноактриса, естественная телеведущая. Вы запомните собой весь экран. Чем мы так же приветствуем. Друзья, на собеседованиях в эти компании спрашивают совершенно странные вопросы. Скажите, пожалуйста, сколько весит Боинг 747? Если вы отвечаете некреативно и как-то неверно, они вас не принимают. А я помню, что он как стадионный, это по-перше, а по-другому он у три поверхи. Далее, наступное питание. Например, у Эпл запитуют, как максимально креативно разбить годинник. Я пропоную, нужно проковтнуть этот годинник вместе с молотком. Google могут спросить, сколько шариков для гольфа поместится в школьный автобус или сколько коров в Канаде проживает. На самом деле, я так понимаю, эти вопросы задаются для того, чтобы посмотреть на креативность человека и на эмоциональный склад. Потому что, если задавать такие вопросы, то сразу можно вывести человека на чистый поле, так бы говорить. А мы, кстати, сейчас именно этим и занимаемся с вами, потому что мы аккуратненько подходим к нашим звездам и задаем им совершенно странный вопрос. И сегодня из отрасли фантастики у нас на повестке дня шрец. Шриц. Шруц. Шрец. Шрец. Что это такое? Шрец. Шриц. Шриц? Шриц. Кто? Шриц. Шриц. Боже, я люблю это слово. Шриц. 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 Это какой-то инструмент. У меня во дворе этих шрицов кучится. Валяется прямо. Пацаны ходят. Это наркоманская штука. Либо это шериф, либо большой шприц с витаминами. Какой-то высокий худой человек. Ты шриц знаешь. Это муж шрицы. Шрицы любви. Шрицы любви. Шриц это порода собак. Есть шпиц. Это шриц. Это немецкая фамилия. Шриц. Это, это, это... Немецкая шринка. Шриц. Знаешь? О, шриц. Шриц какой-то немец. Шриц, шриц. Шриц, фриц. Зубы выбиты, поэтому они не жрица и жреца. Шриц. Шриц. Шриц и шриц. Может, какой-то шрифт. Мне кажется, это какое-то устройство для мытья рук. Мы поем песни, танцуем танцы. Мы не имеем понятия, что такое шриц. М-м. Если же это шприц, то шприц юмора. Потому что чаще всего употребляется вообще как гол после исполнителя. Шриц. Это такой себе, это такой себе своеобразный комедийный жанр роликов на ютюбе. Ну, подобный аналог смешных переводов того же Гоблина, например. Берут кліп, або ж музичное відео, перезвучивают. И при этом и так, чтобы простепать, протролить або ж зірку, або ж ситуацию. Тому дивитесь на всех ютюбах края. Йо. Вы, конечно же, не можете его никогда найти, потому что в вашей сумочке черт голову сломает. И да, наконец-то теперь есть умная сумка, которая может нам помогать это делать намного быстрее и без нервов наших любимых. Итак, компания Лёйхт придумала умную сумочку, внутри которой, кстати, это черная сумка, да, вот мы сейчас видим, находится подсветочкой. И она, значит, помогает каждой владелице понять, где же находится наша помадка, где лак для ногтей. Ну, единственный здесь минус этой сумочки. Такие сумочки не могут носиться девушками без помощи парней, потому что, внимание, эта сумка весит почти полтора килограмма. Куки. Куки. Робот, хлопец-робот, а, можливо, це дівчина-робот, ми ще не дивилися на цей ламанде. Такой. Компания Serenity Kitchen разрабатывает роботика, который поможет любой хозяюшке. И теперь этот робот не только кулинар, но также еще и самостоятельный, так сказать, главный член семьи. Теперь девушка каждая без проблем закладывает просто свежие овощи, а они по чудо-действам нескольких кнопочек и приложений готовятся самостоятельно. Причем, як ви бачите, дійсно, він майже тягнется руками, ну, своими роботизованными, и все эти ингредиенты вчасно, влучено, запрограмовано, клюдаю в кастрюлю, а потім насылаю вам смс-ку, що все готово, смакуйте. И что, теперь можно врать любимого о том, что вы можете готовить до что угодно, до хозяйка, на все руки. А все потому, что у робота выросли тоже руки, и вы можете нажимать на кнопочку. Як? Як потрапить у сонячный 3D-павильон? Фейлы и вины Тома Хиллстона. Як відкрыти у своєму місті кіноклуб, и про це будемо спілкуватися з Андреем, який буде представляти кіноклуб No Name Club. Будьте с нами, у нас еще множество всего, что вас будет непременно вдохновлять.